Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Привет, мы вещаем из северной части Израиля. Это район голландских высот. Мы находимся на Высокогорье. Это великая крепость. Сооружение называется «Крепостью Немрода». Сегодня у меня есть слово для вас. Представьте себе, что некая личность ведет подробную запись событий о вашей замечательной жизни. Эта интересная книга содержит обстоятельства и ситуации, к которым вы имеете отношение. И что же дальше? Вы пытаетесь понять, произойдет ли все так, как это видите вы. Вы находитесь в ситуации и хотите узнать ее исход. Сегодня я приготовил слово утешения для вас. Наш милостивый Господь обращает зло ко благу. Бог обращает зло ко благу. Многим из вас нравится, когда я произношу предсказания. Вам нравится слышать их, когда я тут. Я обнаружил одну вещь. Мы служим в Америке и служим в других странах. Служим католикам, баптистам и методистам. Мы служим объединенным харизматам. Индуистам, буддистам, мусульманам, иудеям. У всех этих людей есть определенные потребности. Они не знают, как восполнить их. Сегодня я расскажу о том, как премудрый Господь обратит вашу неблагоприятную ситуацию к вашему благу. Доктор сказал вам о том, что вы неизлечимо больны. Он сказал вам, что вы умрете. А вы получили плохие новости. Он сказал вам, что вы умрете. Не отчаивайтесь. В Библии мы читаем об одном из самых выдающихся ее героев. Господь обратил его трагедию во благо. Прочту несколько стихов из книги Иова. Иов помолился за своих друзей, и Бог вернул ему благополучие и дал вдвое больше того, что было. Все его братья и сестры, и все, кто знал его прежде, пришли к нему домой. Все они ели с ним у него в доме. Они жалели и утешали его за все испытания, которые послал ему Господь. Каждый из них дал ему по серебрянику. Каждый из них дал ему по золотому кольцу. Господь благословил последующие дни Иова больше, нежели прежние дни. Мы изучаем книгу Иова. Нам нужно задать себе определенные вопросы. Первый, почему праведники страдают? Почему часть тех, кто следует за Господом, несет урон? Почему терпят ущерб? Мы можем назвать это судом? Что мы скажем о тех, кто праведен и избегает зла и греха? Бог сказал это об Иове. Тот потерял всех своих детей. Потерял детей и дом из-за бури. Он заболел. Как мы можем объяснить это? Хороший человек потерял почти все, что у него было. Его жизнь похожа на догорающую свечу. Задайте себе вопрос, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми? Два дома стояло во Флориде во время урагана. Один из жителей был язычником, а второй был праведным и отдавал десятину Богу. Ураган развалил дом праведного и святого жильца, который отдавал десятину. Однако дом язычника уцелел. Люди пытаются понять, почему Господь Бог не защитил жилища праведного и чистого человека. Процитирую Библию и объясню это. Чтобы вам быть истинными сынами вашего небесного Отца, ведь Он повелевает солнцу светить и злым, и добрым, и посылает дождь на праведных и неправедных. Приведу еще один пример. Мы живем на проклятой земле. Она была проклята, потому что Адам и Ева согрешили. «Господь спроклял нашу планету». Данное проклятие является причиной природных бедствий, которые мы с вами наблюдаем. Бедствие приходит в виде цунами, проявляется в результате землетрясений, приходит в виде засухи, которая приходит в то или иное государство. Начинаются пожары, недавно молния ударила в дерево. В Калифорнии люди пострадали из-за этого. Дождь не лил давно, и начались пожары. Не нужно думать, что Бог или Сатана делают такое во всех случаях. Иногда природа виновата в этом. Библия говорит о том, что вся земля испытывает родовые схватки. Она ожидает дня, когда Мессия принесет нам свободу. Иисус говорит о голоде, море и землетрясениях в Евангелии от Матфея. Это написано в 8 стихе. Он сказал, что все эти напасти станут началом скорбей. В Библии короля Иакова употреблено слово «сороус». Это старое английское слово, которое британцы использовали, говоря о родовых схватках. Матфей имел в виду период родовых мук Земли. Земля была проклятая. Бывает так, что плохие вещи случаются с хорошими людьми. Такое бывает. И теперь мы с вами поговорим о второй причине, по которой плохие вещи случаются с хорошими людьми. Диктаторы контролируют и управляют некоторыми странами. В 4 главе Луки сатана разговаривает с Иисусом. «Если ты поклонишься мне, то я отдам тебе власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она передана мне». Такие ужасные люди, как Адольф Гитлер и Саддам Хусейн, практически появляются на горизонте истории. Они становятся руководителями страны. Их мышление искажено и извращено. В определенных случаях нечистые духи контролируют таких людей. Такие диктаторы начинают делать то, что противоречит общечеловеческим ценностям. Их поступки противоречат морали, здравому смыслу и воле Господа. Нечистые духи управляют такими людьми. Иногда такие темные времена наступают в государствах. Это бывает не из-за того, что Бог старается улучшить что-то. Это происходит не из-за того, что Бог насылает природное бедствие, дабы привлечь внимание людей. Это происходит из-за того, что лукавые люди управляют некоторыми нациями. Это наблюдается в некоторых местах. Они создают и внедряют новые законы. Армия и тайная полиция выполняют их приказы. Какую роль играет наш враг, когда плохие ситуации происходят с теми или иными жителями нашей бедной планеты? Есть двери, которые мы запираем, и есть двери, которые мы открываем. Есть двери, которые мы приоткрываем немного. Есть двери, в которые мы впускаем противника на какое-то время. Предположим, что вы приоткрыли или закрыли дверь. Мы можем впустить врага или не впускать его. В одних случаях это зависит от нашего решения. В других мы приоткрываем двери лишней намного. Однажды Петр навлек проклятие на самого себя. Бог не насылал его. Он открыл дверь врагу, потому что он испугался. А теперь вернемся в эпоху Иова. Господь разрешил сатане напасть на него. У сатаны было мало времени на это. Наступил срок, когда Бог запретил врагу причинять Иову зло. Нападки прекратились. Дьявол перестал нападать на него. От Иова потребовалось сохранить верность Богу. Поговорим о том, как Бог обращает зло ко благу. В Библии есть герой по имени царь Языкия. Во дне правления Языкия жил один ассирийский царь. Он вторгся в Иудею. Он приблизился к Иерусалиму. Он хотел уничтожить его. Хотел стереть его с лица земли. Языкия испугался. Он и Исаия отправились на молитвенное служение. После того молитвенного собрания, Господь Бог сказал им о том, что он уничтожит всю армию ассирийского царя. Ассирийцы устроили лагерь по всему склону холма. Приготовились уничтожиться Иерусалим. Языкия находился там. Господь Бог отправил ангела в полночь. Ангел пришел в стан ассирийцев на заре. И так солнце поднималось над Масличной горой в то утро. 185 тысяч ассирийских солдат лежали мертвыми на земле. Есть исторические ссылки на это. Если вы откроете античного историка Иосифа Флавия, то вы прочтете о море в его труде. Знаете, некоторые историки говорили об этом также. Они утверждают о том, что причиной того мора стали обыкновенные крысы. И так мор пришел в стан ассирийцев. Что необходимо сделать с трупами почти 200 тысяч воинов? Необходимо похоронить трупы как можно быстрее. У нас нет источника, который говорил бы об этом. Библия не рассказывает о том, что с ними сделали. Тем не менее, мы знаем о том, что необычное событие произошло с царем Языкии вскоре после этого. На цели царя Языкии возник нарыв. Это был очень опасный нарыв. Содержимое нарыва попало в его кровь. Царю предстояло умереть. Исайя пришел к Языкии и сказал ему, «Сделай завещание для своего дома, потому что тебе предстоит умереть». Языкия услышал свой смертельный приговор. Некоторые считают, что эта болезнь или нарыв пришли в его жизнь, потому что он прикоснулся к мертвым телам ассирийских солдат. Хотя это является предположением, но такая вероятность есть. Есть те, кто считает по-другому. В одни правления царя состоялось одно из величайших, просто немыслимых духовных пробуждений в Иудейском царстве. Оно состоялось при нем. Царь Языкия заметил то, что великий законодатель Моисей сделал медного змея. Вот что мы читаем в Ветхом Завете. Змеи кусали сыновей Израилевых, когда они были в пустыне. Но когда они смотрели на медного змея, то они исцелялись. Этот медный змей так изумил Израиля, что они сделали кое-что с ним. Они хранили его 900 лет. Они держали его в Иерусалимском храме. Писание говорит о том, что они воскуряли благовоние змею Измеде. Это настоящее идолопоклонство. Языкия понял то, что змей Измеде стал причиной идолослужения. Языкия видел великое пробуждение. Он восстановил храм, отремонтировал его. Царь восстановил дом Бога. Когда он чинил храм, он сделал кое-что еще. Избавился от медного змея. Царь уничтожил его. Интересно то, что царь смертельно заболел после того, как уничтожил змея. Я знаю, что люди сказали бы на это. Гарантирую то, что в Израиле были простаки. Эти люди говорили, а вдруг нарыв у царя появился, потому что он уничтожил змея. Это суд Бога над ним за то, что он расплавил змея. Другие сказали бы так. Если бы он не уничтожал змея, то он посмотрел бы на него и исцелился, как евреи исцелились 900 лет назад. Бог исцелил бы его. В умах людей рождались различные мнения по поводу болезни царя Язекии. Хочу сказать вам вот, что Бог обратил это зло во благоцель. Язекии пришлось сделать кое-что при этом. Он привлек внимание Бога для того, чтобы отменить приговор и сохранить себе жизнь. Господь сказал ему, «Сделай завещание для дома, ибо ты умрешь». Люди верили в принцип «если Бог говорит слово, то ты не отменишь его». Но это не так. Все зависело от того, что именно Бог говорил. Все зависело от условий сказанного. Приведу пример. Евреи воздвигли каменный алтарь в Иерусалиме. Господь сказал Авраму, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака. Принеси его в жертву на алтаре». Аврам привел своего сына Исаака на гору моря. Он связал его, уже занес нож над ним, но ангел Господень сошел с небес. Он остановил его, сказав, «Не делай этого». Аврам мог сказать, «Я не знаю, что ты за ангел. Бог велел мне принести сюда сына, я связываю эту мысль». Он не сделал это. Господь Бог обратил это на благо, потому что только Бог видел готовность Аврама. Он был готов сделать это. Человек из плоти и крови был готов отдать своего сына. Аврам был готов отдать Богу обещанного сына. Однажды Господь отдал своего сына на той же самой горе. Он отдал его на алтарь за грехи всего человечества. Бог испытывал Аврама. Приведу еще один пример. «Нафан пришел к Давиду, сказал, «Если в твоем сердце есть желание построить храм для Бога, то исполни это доброе намерение». Вскоре после этого Господь наставил Нафана, «Я не говорил тебе это. Я не разрешаю Давиду построить храм». Давид пролил кровь на войне. Нафан вернулся к Давиду и сказал, «Ты не построишь храм, Соломон сделает это». Другими словами, Нафан передал царю не то, что Бог хотел сказать. Позвольте мне сказать одну вещь. Возможно, ваш лечащий врач рассказал вам о вашем диагнозе, который является точным. Врач сказал о том, что у вас опухоль или заболевание крови, что вы заболели и умрете от этого. Вспомним то, что Бог сказал языке. «Царь, твоя жизнь скоро окончится, поэтому тебе нужно привести дела в порядок», убедясь в том, что твои страховые бумаги в порядке. Есть ли у тебя ритуальная страховка? «Позаботился ли ты о месте, где тебя будут хоронить?» «Думал ли ты насчет участка на кладбище?» Царь языке совершил одну вещь. Сделал нечто очень уникальное. Он изменил свою судьбу, и поэтому Бог отменил его приговор. Он изменил план Господа. Он изменил Божий план. Послушайте эту важную информацию. Он изменил свою судьбу. Во-первых, он попросил Господа Бога вспомнить о нем. Язекия сделал это. Библия говорит о том, что царь Иудея отвернулся к стене. Итак, дворец правителя Язекии находился в столице, в Иерусалиме. Язекия отвернулся к стене. Царь отвернулся к стене своего большого дворца. Царь Иудей повернулся к стене. Он повернулся в сторону храма. Его лицо было обращено к храму. Дом Господа должен быть построен на том месте, которое изберет Господь. Господь изберет его, чтобы его имя пребывало там. Так сказал Моисей. Что же сказал Соломон в книге летописей? Что мы будем делать, если мы окажемся в плену в городе? Если мы попадем в плен, тогда мы обратим наше лицо к Иерусалиму. Мы повернемся к Иерусалиму. Мы будем молиться в Иерусалиме, стоя лицом к храму. Мы будем молиться, повернувшись к храму. И Господь Бог услышит наши молитвы. Дамы и господа, царь Езекия поступил именно так. Он повернулся лицом к Божьему дому. Он починил Божий дом. Он восстановил храм Господа. Следующее событие является важным. Он напомнил Богу. Я ходил пред твоим лицом верно и с преданным сердцем. Я делал угодное в твоих очах. Царь сказал Богу, Господи, ты видишь меня? Вспомни о том, что я был верен тебе всю жизнь. Езекия помолился Богу. Он сказал ему о том, что он был верен ему всю жизнь. Он поступил так, как поступил Ниемия. Мы читаем Ветхий Завет и видим в Ветхом Завете то, как праведный Ниемия почтил слово своего Господа. Он повелел своим людям повиноваться Богу. Повелел своим людям поступать правильно. Обратите внимание, Ниемия делал все это, и он просил Бога вспомнить его за свои добрые поступки. Мы видим то, как Ниемия исполняет все, что Бог заповедовал ему. Ниемия просит Бога три раза вспомнить о нем за все доброе, что он совершил в Иерусалиме. Как поступил Езекия, точно так же он возвал к Богу. Он попросил его вспомнить за добрые поступки и за верность. Царь повернулся лицом к Божьему дому. Езекия напомнил Господу Богу о своей многолетней верности. В-третьих, Езекия сказал Господу Богу, «Ты знаешь о всех добрых делах, которые я совершил в жизни. Запомните все это? Каким же был третий поступок царя? Библия говорит о том, что он заплакал очень сильно. Расскажу вам о том, что я наблюдаю год за годом. Верующие смиряются перед лицом своего Создателя. Они плачут перед Богом. Всевышний Господь сопереживает христианам, когда они смиряются и плачут. Наши слезы привлекают внимание нашего Отца во всех ситуациях жизни. Когда Езекия заплакал, тогда Исаия вошел во двор к нему. Исаия не успел отойти далеко от дворца. Езекия повернулся лицом к стене. Он напомнил Богу о своей верности. Он заплакал перед Богом. Господь Бог сказал Исаия, «Я увидел его слезы. Я услышал его молитвы». Библия говорит о том, что Бог сопереживает людям, которые сокрушаются духом. Царь плакал и молился. Этим он привлек внимание Бога. Священная Библия говорит, «Смиритесь перед Господом. Он вознесет вас в должное время». Что произошло потом? Езекия совершил три поступка. Он повернулся лицом к Дому Божьему и молился так. Он смирился перед своим Господом. Он напомнил Господу о том, что он был верен Ему. Он горько заплакал. Исаия пришел к Езекии и сказал, «Господь подарил тебе еще 15 лет жизни». Бог продлил его жизнь. Он обратил зло к благу. Царь был при смерти, но Бог изменил все. Он подарил царю еще 15 лет жизни. Господь преподнес Иову такой же подарок. Иов потерял всех своих детей, весь свой скот, потерял все свои дома, здоровье. Библия говорит о том, что Господь избавил Иова, когда тот помолился за своих друзей. Бог благословил Иова в два раза больше по сравнению с тем, что у него было. Я заметил интересную вещь. Во второй главе жизнь Иова и его имущество были под защитой, потому что он приносил животных на жертвы не Господу Богу постоянно. Кровь алтарных животных защищала их постоянно. Вспомните о крови пасхального Агнца из 12 главы Исхода. Она защищала от губителя. Вспомните о том, как Давид вознес животных на алтаре тогда, когда ангел собирался уничтожить Иерусалим. Кровь на алтаре сохранила город Иерусалим и людей от погибели. Кровь способна защитить. Теперь вспомните ситуацию с Иовом. Приятели его принесли животных к жертвам. Они принесли животных и покрапили их кровью на алтаре. Кровь животных защищала праведных иудеев во времена Ветхого Завета. Само животное не защищало иудеев, но их послушание защищало их. Когда священник крапил кровью на алтарь, тогда люди получали защиту. Жизнь живых существ в их крови. Вы знаете, кровь животных не может искупить нас, спасти и подарить нам надежду. Мы получили все это через кровь Иисуса. Они победили сатану кровью Агнца и словом своего свидетельства. Мой друг играл в футбол в колледже много лет назад. Он был звездой на конференции юго-восточной футбольной команды. В тот день он играл так, что национальная команда выбыла из национального чемпионата из-за него. Он выпил спиртного из-за своей неудачи. Его товарищ из другой команды начал отпускать злые шутки в его адрес. Вдруг взял нож и нанес ему рану. Мой друг еще не принял спасения тогда. И вот он попал в тюрьму. Но Бог изменил его жизнь. Бог спас его там, в тюрьме. Друг вышел на свободу и стал миссионером. Много лет спустя человек, которого он ранил ножом, позвонил ему и сказал, «Я стал христианином. Я верю в Господа. Недавно я узнал о вас. Я хочу, чтобы вы знали одно. Я прощаю вас за все, что вы сделали». Дамы и господа, поверьте в то, что Бог может изменить все к добру. Что вам нужно сделать? Посещайте церковь и слушайтесь Бога. Затем скажите так, «Бог, вспомни меня за все мои добрые дела. Я исполняю твою волю и служу тебе. Я помогаю ближним. Я проповедую Евангелие об Иисусе Христе. Бог, я делаю все это для тебя». Если вы смиритесь перед Богом и заплачете перед Ним, то Он проявится страдание к вам. Итак, Бог может подарить вам новые годы жизни. Я верю в то, что Бог может исцелить вас и подарить вам ребенка. Он может подарить вам дитя. Если кто-то в семье настроен против Бога, то Бог изменит это. Я соглашаюсь с вами в молитве во имя Иисуса, в том, что сила слова и Евангелие придут в вашу жизнь. Бог обратит зло ко благу. Друзья мои, я рад служить вам в рамках передачи «Фестиваль Манны». Вы знаете, мы предлагаем товары во время нашей программы. Приобретите их. Это станет благословением для вас. А я скоро к вам вернусь. Я прочту несколько объявлений в самом конце программы. Никуда не уходите. Часто христиане переживают много эмоций, моральных терзаний, живут в депрессии. Другим никак не принять свое исцеление. Некоторые не понимают, почему нет ответов на их молитвы. Если вам нужен абсолютный духовный прорыв, у меня есть инструмент. Я покажу вам, какие блокады и препятствия вы строите себе сами. К примеру, христиане постоянно обсуждают прошлые грехи тех, кто был прощен, и перешептываются об этом с другими верующими, что уже само по себе грех. В 18 главе Евангелия от Матфея Христос говорил, что такие поступки приводят в действие духов мучителей. Моя последняя книга — это самое понятное руководство, объясняющее, почему семь из десяти христиан живут ограниченные жизнью и как им обрести свободу. Я научу, в чем опасно сделать все правильно и что-то одно неправильно. Узнайте, какой опасный урок нужно усвоить у человека по имени Шемии. Узнайте, как христиане становятся печальными рыбаками, улавливая самих себя. Узнайте ошеломляющую историю об Ангеле, который упрекнул служителя за обсуждение давно прощенных грехов своей жены. Как непрощение блокирует возможность принять свое исцеление. Узнайте секрет Христа о законе согласия двоих или троих. Я объясню, как христиане зачастую ежедневно становятся лже-свидетелями. Есть связь между прощением и возрастанием веры. Еще одна важная глава — «Как простить в экстремальных случаях». Я расскажу, какие четыре вещи Бог позволяет вам осуждать. И, возможно, самая важная глава — «Когда Бог отменяет ваше будущее прощения». Вам нужно это знать. К книге мы прилагаем новый аудиосборник «Ключи к молитве за блудных детей». Эти аудиодиски придадут вам сил провозглашать освобождение ваших детей и внуков, которые не служат Христу, и объяснят, как разрушить твердыни сатаны в их жизни. Это одно из важнейших учений за все мои годы. Пришло время принять прорыв для всей вашей семьи. Моя новая книга «Рыбалка в море прощения» и аудиосборник «Ключи к молитве за блудных детей» доступны за пожертвования в 35 долларов или более. Вы можете сделать заказ на нашем веб-сайте, позвонить по телефону или написать на почтовый адрес. Это предложение F-134. Если вы выполните инструкции в этой книге и последуете молитвенным принципам прорыва, вы совершите потрясающий духовный прорыв в своей жизни. Так что сделайте свой заказ уже сегодня. Многие не знают, почему у них нет прорыва и почему Бог не отвечает на их молитвы. Они не знают, почему они так слабы. Книга «Опасная рыбалка в море забывчивости» даст ответы на эти вопросы. Тут вы обнаружите много материала и истории, которые помогут вам. Люди говорят, что эта книга стала их любимой книгой из всех, написанных мною. Эта новинка станет благословением для вас также. Часть зрителей знает, что я объявляю маршрут своих богослужений в конце моей телепередачи. Я расскажу о городах, в которые я приеду. Мы приедем на фестиваль воин. Молодые люди увидят меня в Кливленде, Теннесси. Это будет в марте. Мы приедем в Кафедральную церковь в Бамонт, Техас. Это будет с 6 по 8 марта. Приезжайте к нам на три дня служения. Затем мы заедем в церковь его присутствия и будем там 14 и 15 числа. Также состоится пророческий саммит в Международном центре Омега. Он будет проходить в конце апреля. Не забудьте посетить нас, если вы живете в Су-Фоллс, Южная Дакода. Мы приедем к вам послужить в конце мая. Также мы приедем в Биллингс, штат Монтана, в июле месяце. Мы приедем с Линдоном Кууле и его командой поклонения. Расскажу о том, во что я верю. Я евангелист. Я верю в пробуждение. Одни зрители видят во мне учителя тонкости культуры иудеев Библии. Другие видят во мне пророка-проповедника. Потому что Бог ведет меня в направлении проповеди о пророчествах Библии. Если вы не знаете о прошедших событиях моей биографии и о том, кем я являюсь, то вы не понимаете то, что я являюсь евангелистом. Я являюсь благовестником с 18 лет. Я помню пробуждения, которые длились от трех недель до двух с половиной месяцев каждый день. Господь спасал людей сотнями. Вы понимаете, я всегда стремился спасать людей от преисподней. Всегда стремился крестить их силой Святого Духа. Следовательно, я являюсь учителем Писания и евангелистом собраний пробуждения. Мне 60 лет. Я беру пример с моего отца, который был служителем. Я никогда не гасил пламя, которое Господь вложил в мой дух. Я не гасил духовное рвение по благовестию. Я всегда стремился помогать поместным церквям расти в благодати, в познании и в силе Святого Духа. Есть часть людей, которые настроены враждебно. Они осуждают христианские телепередачи. Осуждают тело Христа. Критикуют всех. Критикуют в Фейсбуке и говорят плохие вещи. Тело Христа состоит из обыкновенных людей. Иногда обычные прихожане делают странные вещи. Иногда пасторы делают странные вещи. Я всегда хотел видеть пробуждение в Соединенных Штатах Америки. Всегда хотел этого. Меня приглашают проповедовать по всему миру. Я отклонил многие приглашения. Я призван служить в Америке. 20-й год — это год выборов. Духовный мир активизируется и создает давление на людей. Это происходит во время выборов президента. Я наблюдаю за этим последние 20 лет. Не забывайте о главных вещах в жизни. Я имею в виду любовь, проповедь Евангелия и единство в Церкви. Тогда Господь совершит чудеса. Не забудьте о том, что в Международном мега-центре проходят наши крупные богослужения каждый вторник вечером в Кливленде. Сотни людей приходят к нам. Я буду рад видеть вас там. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова